Свою родную Римму Николаевну малышам пришлось отпустить на несколько конкурсных дней. И все для того, чтобы другие узнали, какая она у них замечательная. На состязаниях по педагогическому мастерству таких воспитателей оказалось немало. 34 участницы. Каждой нужно было не только рассказать жюри, но и показать свою методику работы и за 20 минут завоевать доверие незнакомых детей, чтобы конкурсное занятие получилось интересным и насыщенным. Для меня, кстати, была сложность в это занятие. Я боялась выйти на чужих детей. Они все свои дети одновременно, но это все-таки чужой город. Незнакомые дети, незнакомый сад. И не знаешь, как дети тебя примут, понравишься, не понравишься. Вот эти моменты очень меня смущали. Стрессов много было? Были, но тот муниципальный этап, который мы здесь прошли, очень хорошо нас зарядил и показал, что конкретно уже здесь нацелили нас на что и как мы пойдем. И там, в принципе, они повторялись эти этапы, мы уже знали, чего ждать. Участие в конкурсе стало дебютным не только для Риммы Степановой, но и для самого детского сада. А потому лидерство в конкурсе лишь предполагалось. И все же смелость всех участниц конкурса, в том числе и Ленинск-Кузнецкого педагога, говорит о многом. Это дает уверенность в своих силах, что ты не зря работаешь, что наступают моменты, когда тебе говорят спасибо и неоднократно благодарят тебя. И нам говорили, что в любом случае победите вы или не победите, вы будете лучшими, потому что вы уже лучшие. Гордость распирает нас от того, что именно наш воспитатель вышел в пятерку лучших. Поэтому огромное спасибо и Ирине Николаевне, и всему коллективу, и всем, кто помогал нам в этом конкурсе. Несмотря на то, что воспитатель из Ленинска уступила первенство педагогу из Осенников, которое будет представлять Кузбасс в Москве, для Риммы Степановой это уже большой и ценный опыт. В дни конкурса она прошла через трудные испытания, полные тревог и душевных переживаний, которые помогли ей еще больше утвердиться в своей профессии.